Всем привет! Продолжение похода по большой южноурайской тропе. Мы сейчас на горе Иремель. Сейчас будем спускаться. Все покажу и расскажу. Ссылочки на предыдущие материалы из этого похода в описании видео. Поехали! Видимость отличная. Зашли, вообще не чихнув. Все пока очень легко. Начало похода. Вот а с этой точки видны наши рюкзаки. Вон они внизу. До них на самом деле весьма далеко. Вот так вот это выглядит. Гора Иремель весьма значима для Башкирии. Всем известно. Этим именем названы многие объекты в республике. И вот с нее слезаем. Вот Раис, как представитель Башкирии, должен сказать, куда мы дальше идем. Мы дальше спускаемся с Иремель в сторону Николаевки. А завтра мы пойдем на Инзерский зубчаток. И сейчас мы чуть-чуть перекусили с шоколадками. У нас цель дойти до гостевого дома. Мы пришли оттуда. Поднялись наверх. Спустились. Перекусили сейчас шоколадками. И двигаем теперь вот туда. Ветер сильный. Надо быть одетым хорошо. Мембранную куртку желательно. И непродуваемые штаны маршрутные. Так. У нас 11 число. Высота сейчас 1300. 11 сентября. Отличные золотые краски. Отличная погода. Но здесь не всегда так. В это время года. Здесь может быть и дикий дождь. Ветер. Это вот просто некоторое везение сработало. Кстати, вот Эрика там идет. Выиграла вчера. Квадрик тоже, видите, сработало везение. Или мастерство. Или старание. Не знаю. В общем. Пока ничего интересного. Я иду с такой палкой вместо трекинговых палок. Конечно, колени убиваются. В таких спусках. И так далее. И в восхождениях. Ничего хорошего для коленей нету. Поэтому можно специальные наколенники. Например, у Раиса есть. Я видел. И, конечно же, использую трекинговые палки. Мне просто палки... Ну, не было лишних палок, чтобы мне выдать. А я прилетел с маленьким рюкзаком. И без палок. Куда палки не лезли. Цель этого похода это протестировать маркированные маршруты. Большую южноуральскую тропу. Сделать на нее обзор. Сейчас, конечно, внутренний туризм. Вот этим летом особенно. Очень мощно поднялся. И это все активно развивается. Маркированные маршруты. Вот это все дело. Туризм под рюкзаком. В основном, конечно, матрасный отдых. Когда приезжаешь в какой-то такой деревенского типа отель. И там вылазки вокруг него с рюкзаком. Можно как раз это использовать. И отдыхать в таком формате. Отдыхать в гостевых домах. И проходить маршруты. Ну, завтра, например, у нас планируется 30 километров пешки. Рюкзаки у нас небольшие. У нас только спальники. Нету палаток. Потому что ночевки планируются именно что в домах. Ах, да. Ну и целью похода являются, конечно, бесконечные мои тестирования всякого снаряжения. И обзоры всяких приколюшек из разряда снаряжения. Я предпочитаю ходить с целью. А это то, что сейчас будет продемонстрировано в этом ролике, в предыдущих. Это рекреационный туризм. Туризм ради процесса. Например, хотите там пройти по живописным местам, при этом не особо напрягаться. Где как бы уже все выяснено, куда идти, как идти, а не вламывать через лес. Все это есть. Ну, я сам, конечно, за деловой продуктивный отдых. Ну, и можно сказать, что именно этим я сейчас занимаюсь. Потому что я записываю вам обзор. И это продуктивный отдых. А если я просто так шатался и делал селфи, то я бы, наверное, был не так доволен, как вот тем, чем я сейчас занимаюсь. Такие дела. Здесь, да, тропа маркированная. Смотрите. Хоп. Вот мы были на Большом Еремеле. И сейчас сваливаемся вниз. Пишите вообще, кто в комментах фанат походов. Ну, походов ради походов. А не походов, ну, там, с какой-нибудь целью, типа там, сходить, избы проверить, охоту годия. И так далее. Вот здесь вот, ребят, ночевал какой-то легкоход, который не взял коврик. Смотрите. Вот место для палатки. Не взял коврик. Здесь легче спать на таком лапнике, чем в своей пенке. Мягче будет. Ну, мягче будет. Конечно. Но все-таки хвою повреждаем. А через, кстати, вот такие вот раны на еле проникают грибы, грибные заболевания. И все. Оно не сразу засмаливается, а за некоторое время и за это время могут налететь споры грибов. Поэтому ничего хорошего вот в этом лапнике. Я это никогда не одобряю. Хотя я полностью за, как бы, потребительское отношение к лесу прихожу, как, ну, к себе в огород. Но я пользуюсь разумно и умеренно всем. Вот. Но таким я никогда не занимался и не собираюсь. Вот на этой такой мини-стояночке мусора не так много. Почему-то тут подвешены какие-то пакеты. Все в костровище, банки обожжены. Ну, впрочем, какие-то банки валяются и вот так. Нехорошо. И опять же, выживальщики-легхоходы делали себе здесь кров. Зачем? Непонятно. Все ветви оборванные нижние. С елей. Из можжевельников. Это что, можжевельники? Офигеть. Да, это можжевельник. Это, конечно, нехорошо. Тут вообще не видно можжевельников вокруг. Ни одного. Они здесь весьма редки. Ну, я парочку встретил за время этого похода. Но вот, вот куда они делись. Выживальщик делали себе мягкие кроватки. С собой взял экспериментальный рюкзак Tactical Plus. Для путешествий на легке, без багажа. Такую вот бутылку. Полторашку. Самый лучший вариант для походов. Все, и боковой карман. С этой стороны еще карман под другую бутылку. Тебе туда сколько? Полную? Есть ли здесь медведи? В принципе, да. Против медведей у меня в боковом кармане вот такой вот файшфейер. Да, они здесь иногда встречаются. Ключей пока никто не видел. Ну, медведи теоретически возможны. Поэтому обычно на группу там вот все-таки их берут для того, чтобы было какое-то средство последнего шанса от медведя в атаке. Вот. Местное время 17 часов. Уже немного начинает темнеть. В Москве сейчас 15 часов, 3 часа дня. В Башкортостане, Башкирии плюс 2 часа. На 2 часа вперед переводим часы, когда прилетаем. Этот участок тропы мне понравился, потому что всю дорогу я прошел в таких тапочках с носками, потому что холодно. И все прекрасно. Не было никаких луж, заливов и так далее. Но бывают варианты, когда дождливо, когда много воды. И тогда здесь лучше ходить с закрытой мембранной трекинговой обуви. Вот, зацените, здесь щемериза растет, но она уже полегла. Черемши пока не видел. Идем. Пока местность мне немного напоминала, особенно где были такие ручьи, корни всяких елей. Напоминала мне, кстати, столбы красноярские. Там тоже такая тропиночка, всякие перепадики высот. Но сейчас нетипичное место в Чумирице. Такой вот знак означает, что нельзя ставить палатки и разжигать косты. Что это, типа, вот такая экологическая зона, где этого делать нельзя. Выходите с нее и там, типа, ставьте и жгите свои костры. Вот так. Так что здесь какой-то там тент натягивать, ночевать с гамаком, типа, не положено. Нужно сначала выйти из этой зоны. На поступок к горе Еремель там четко написано, что это там особая зона, не ставить палатки. Но там это хотя бы обосновано. Здесь, не знаю, здесь, мне кажется, можно все это разрешить. Ну, тут природный заповедник, поэтому все запрещено, да. Поэтому дело такое. Вот еще один знак, напоминающий, что здесь стоять нельзя. Знак, кстати, прибитый на гвозди. Может быть, не очень хорошо. Нужно как-то привязывать к деревьям. Но в целом пара гвоздей дереву не сильно глядит. Здесь, если честно, по моему опыту, по моим знаниям, это такое ерунда. Вон еще, сейчас подходим к какой-то табличке. Стрелочке-указателю. Они через каждые метров 200. Не знаю, зачем тут так часто. Тут боковые какие-то тропины к сторону нету. Плюс еще Николаевка туда. Плюс еще здесь, когда лето. Вон, кстати, пихта красивая. Здесь, когда лето, стоит травища-травища. Вон пихточка. Ну, камера, как всегда, не передает в сумерках. Так что, наверное, уже сейчас снимать не буду, потому что в сумерки картинка не очень. Ну, вот тут ребята уже стоят на стане. Лучше всегда идти группой. Безопасней. Вот, ребята, как это выглядит. Все очень просто. Мне в тележке скинули, собственно, трек. Я думаю, его всем могут скинуть. Это совершенно общедоступная тема. И я его просто открыл. У меня уже было установлено приложение в телефоне. На экран ввожу, как оно называется. Я им почти не пользовался ни разу. Сразу в нем как бы открыл. Подгрузил карту Башкирии. Видите, какие-то вершины. Вот большой ремель, куда мы забегали. Разные есть приложения для навигации. Пользуйтесь любым. Я совершенно ничего не рекламирую. Этим я пользуюсь первый раз в жизни. Поэтому хорошего ничего не скажу про него. И плохого, наверное, тоже. В этом приложении еще можно смотреть перепад высот. Вывались, пожалуйста. Вот тут есть крутизна еще. Вот, соответственно, повороты, повороты. Удобно. А, во. Все можно посмотреть. Да, пожалуйста. Сколько нам идти куда. Если на тропу что-то падает, это все пропиливается. Вон, что-то старые какие-то пропилы. Более-менее. Я свежие тоже видел. Этим специально обученные люди занимаются. Здесь уже тропа не такая интересная, кстати. Вот на дорогах Николаевки. Ну да, хорошо, чисто, тихо. Но каких-то классных видов особо вокруг нет. Хотя вон вот там вот классный вид. То есть все, что мы вот там видим, это курума. Вот они. Но и заслоняют деревья. Это все проходит по такой зоне лесистой. Тут Иван-чай уже отсвершивый в рост человека. И там уходила тропинка к тем курумам. Воздух хороший, чистый, приятный. Сейчас вот в этом участке, где мы идем. Но особо каких-то арт-объектов, достопримечательностей пока не видно. Короче, мы шли, шли, шли. И дошли до того места, где висит значок «Палатка можно». И там стоит палатка. Мужики сидят, культурно отдыхают. Кто-то спит на коврике. Так что можно вот здесь вот, в пределах доступности, и поставить палатку. Но место будет, возможно, занято. И придется, может быть, встать с кем-то, с кем вы не хотите вставать. Удивительно, уже второй дохлый крот по середине дороги валяется. Мы там еще одного видели. Вот мы идем сейчас на Николаевку по тропе. И там мужики сидели. Осторожно, крот. Уже немножко поднадоело. Решил по карте посмотреть, сколько идти. Короче, вот следующий пункт, до которого нам идти. Это туалетная поляна, 1,4 километра. Вот мы здесь. Ну что ж, время ускорится. Мы дошли до туалетной поляны, так как мы блогеры. У нас будет дальше заброска, чтобы мы не устали. И мы утрудили ноженьки. Вот. А вы можете просто дальше проходить пешком, или тоже договариваться о заброске, выброске. И, естественно, у нас и сюда была заброска поближе к ремелю, к началу тропы для оптимизации времени. Вот. Ну, это, конечно, стоит денег. Очень высоко сидим, высокий центр тяжести. Водитель уже сказал, если буду сигналить, вы пригибайтесь, тут а то вас ветками сколеснет. Это ГАЗ-66. Называется Шишига. Ну, потом покажу сбоку. Здоровый, большой, с высоким центром тяжести. Главное, не перевернуться. Ну, наверное, машина надежная, и все вытечет. Короче, вон там вот было стулья, сиденья, место для палатки отмечено. Вот. Мы плывем, видимо, через какой-то ручей. Потому что такое очень, конечно, много экономит времени от заброска и выброска. Потому что здесь не такие уже интересные места. И вот в основном, ва-ля, уже интересные моменты, какие-то простые. Так, ребят, вот здесь в Шишиге еще стоит Бауфеня В-82 с увеличенной антенной, кстати говоря. Не знаю, она не подключена вроде к антенне на улицу. Естественно, ни черта не видно. Вот, если дать побольше света, вот так вот. Такой зверь. Что-то случилось. Проезжали всякие бороды. Все нормально было. Ну и спереди тоже покажу. Только что проехали кордон. Там кордон написано, что там мед и что-то подобное. Так что, я думаю, там на кордоне различные услуги оказывают. Вот. Мне понравилось то, что подвеска мягкая. Так, я думаю, дом изнутри. Здесь много полок, печь. Это называется нары. Нары. Семейные нары причем. Полки для людей. Полки для людей, да. Мы будем готовить на горелке. Есть только мойник вот такой вот. Все, остальное завтра покажу. Еще это что-то начнется? За окном сейчас идет дождь. Хорошо, что мы не в палатках. Хорошо, что мы поели на нормальной кухне. А не ели из мисочек еду. Вот здесь у меня спальник расстелен. И вся информация по таким приютам. Все это 100% будет по ссылкам в описании. Все телефоны, все адреса. Здесь у нас питается это все от аккумулятора 12 вольт автомобильного. И, конечно, чтобы работали розетки, нужно это все вырубать через инвертор. Вот. И розеток не так много. Может быть, на всех не хватает в подобных приютах. Чтобы работали розетки. Как-то это все через бензогенератор, через удлинители и так далее. Поэтому полезная вещь в таких путешествиях это тройник. Данный совет, кстати, мне дал Саша. С канала «Одна нога здесь, другая там». И мы с ним специально записали советы для путешествующих. По таким вот приютам, без ночевки в палатках. Ну, как мы, в общем. Поехали. Какие советы есть для туриста по спальникам, по еде? Ну, все зависит от места, от стороны, где путешествовать. И даже, мне кажется, от каждой конкретной трекинговой тропы, от каждого маршрута. Но, если говорить в контексте «Непала», то в большинстве мест, в принципе, везде постельное белье будет. Но спальник все равно необходим. Во-первых, холодно. А во-вторых, спальник нужно использовать для того, что, как бы, как во мне, постельное белье там стирается, скорее всего, раз в сезон. Но не чаще. В любом случае, точно, если вы оттуда съехали, кто-то вечером туда заселяется, да, то есть белье точно не меняется. Это прям 100%. Понятно. Если говорить про еду, опять же, когда в контексте «Непала», да, еду вы с собой не несете. Потому что питаетесь также в гестхаусах, как их там называют, тихаусы. Причем, это, кстати, на самом деле самая большая часть расходов в «Непале», потому что все остальное, в принципе, недорого. И, опять же, с набором высоты даже вода становится дороже. Например, на базовом лагере «Эвереста» бутылка воды литровой достигает, по-моему, 300 рублей. Ого. А расскажи, горелочку с тобой берешь? Вот. Единственное, что, да, в плане еды, ну, можно взять какие-то перекуски, простенькие, там, конфетки, да, там. И горелку, в любом случае, с собой беру, потому что чай, кстати, тоже стоит недешево, а чай всегда можно делать. Беру кружку обычную, термос и горелочку небольшую. Скажи, а розетки там в этих гестхаусах есть обычно? Есть. Если говорить, например, трекинг кольцо напорное, то, в принципе, с зарядкой проблем не возникает. Единственное, что проблемы могут возникать чем выше, тем в номерах может не быть розеток. Они будут, скажем, ну, в столовой, где вы питаетесь, там, или на ресепшене, там. Обычно, кстати, тройник всегда нужно брать с собой. Это вот прям точно, потому что, как правило, все гнезда в розетках будут заняты. Ого, хороший лайфхак. А, ну, Дима мне не так давно подарил солнечную панель, это, кстати, тоже выручают, Пауэрбанк, все дела. Ну, за день где-то Пауэрбанк 1006 он заряжает, в принципе, трехсекционная панель. Да, да, да. А как ты думаешь, у нас можно в Башкирии сделать круче, чем в Непале? Или там именно знаменитые своими горами? Я думаю, в Башкирии можно сделать более оборудованно, потому что, ну, цивилизации ближе в целом. Потому что, если говорить, кольцо напорное, да, там, да, там, эта дорога строится, но большинство только заносить на себе, и это, там, такие переходы, там, по несколько дней. А если говорить про трекинг базового лагеря Эвереста, то, в принципе, розетки будут платные. И, как правило, плата будет, это не за зарядку какого-то девайса определенного, а почасовая. Класс. И не всегда, что сила, не факт, что сила только будет хорошая. Ужас, ужас. В общем, Саша, вот, известный путешественник по гостевым хостелам, был с нами. Спасибо. Путешествуйте чаще. Утром небольшой моросящий дождь, к минусам подобных походов групповых и каких-то таких мини-туров. Могу отнести то, что нужно вставать в 6 утра. Это вообще необъяснимо. Видимо, для того, чтобы больше успеть или больше посмотреть, ну, я такое не поддерживаю. Вот, вот такое вот место здесь. Там река, здесь баня, дровяник, туалет. Все стандартно. Сразу по 3 дошли погреться. Приехали в гости к Игорю. Он занимается Иван-чаем. Сейчас что-то подснимем, покажу. Меня эта тема интересует. Как раз. А какой чай? Раньше это выглядел так вот. Закладываешь сюда лист, и устаешь сюда лист, и устаешься целый день. Вот целый день вот этого заменяет один час вот этого. Да, чайный роллер, ребят, такие в Китае на производстве переменяются для скручивания крупнористового чая. Сейчас промену, покажу. Тоже завяльный лист. Закладывается сюда, сразу его много закладывается. И трясуется. Он закрывается, просто закрывается, чтобы не вываливаться. Прикрывается, и получается... Ага. Получается, тут листовой скрученный. Я бы сейчас вам покажу. Удобно. Быстро и... Было стало. Производительность гораздо... Вот подобное приспособие. Сидим и туда-сюда катаем. Вот он, иван-чаек. Это если заниматься промышленным производством. Официальная палатка. Вы можете зайти, посмотреть. Где-то порядка суток находите. Периодически его надо, ну как, брать, перевораживать. Он сутки находит, я его собираю, и вот несу туда на станок скручивать. Ну и допустим, в сентябре, в начале сентября, еще можно взять немного иван-чая собрать. Но нужно брать. Те, которые не цвели. И там еще хоть какой-то лист нормальный. Сейчас покажу, выставлю несколько колотков. Красавчик. Солнце, вот как вот опытом выяснено, есть инфракрасные сушилки и все технологии. Солнце самый лучший способ сушки. Его потом еще более тонким слоем раскладываю, чтобы лучше просушился. Это уже прокатанный, отферментированный. Это отферментированный, его дальше вот сейчас солнце зашло, туман сел, можно заставлять сушить. Вот когда дожди и сушил, это уже более готовый. В случае, когда в очередной раз жалеешь, что запахи пока еще не передаются. Есть инфракрасный термонтер, температуру всегда нагрев чаю, контролирую на солнце, сушится. Ну и собственно все это в палатке ферментируется, если кто не понял, в палатке. А сюда выносится уже так посушить, более тонким слоем разукладывается. Потом еще немножко доходит в палатке, сушится под солнцем или если дожди, лампа. Такая технология, замечательная, отличная тема. Мачете тромантино, может быть для рубки иван-чая. Пьем иван-чай, иван-чай настаивать минут 30-40, можно и в термосе, можно с медом, ну где-то 30-40 грамм на литр. Иван-чай, мята, лимон помылишь, у меня вот как лип-то на эти холодные чайки. Да, я хотела подожди, вообще у меня это, кажется, приходит. Вот это с ума. Идешь, вот иван-чай, берешь его за макушку, макушка остается целой, просто рукой по листьям ведешь, вот в руке листья остаются, кидаешь сюда, иван-чай отпускаешь, у него дальше вот та макушка, которая осталась, она растет, цветет, короче, ему это не вредит. И таким образом его уже здесь от стеблей очищать не надо, просто уже листья готовы. Да, я понял. Да, и по поводу еще цветов, собирать цветы или нет, можно собирать цветы, отдельно их высушивать, а потом типа в чаек кидать для эстетики, они будут тогда, ну оно будет отдавать медовым запахам. Пожалуйста, а так типа не принято это. Не надо их ферментировать, собирать, и брать вообще иван-чай без верхушек, ну без цветов. Значит, вот такой вот бизнес на иван-чае, вообще тема годнейшая. Собираем иван-чай, сушим с супер-машинками и продаем. В перспективах это делать прессованные плитки, которые удобно брать в поход из иван-чая, и просто офигенно бы это было бы, потому что они и места мало занимают, и плюс они еще дольше хранятся, плитки. Вот, блогерам выдали по иван-чаю. Будем пить во время похода. Ну а мы дальше едем на Буханке. Многие, например, Чигадаев говорит, что типа это не очень круто, заброски на Буханке, что надо идти пешком. Многие туристы так считают, но я же отдыхать приехал. Погода сегодня хорошая. Так вот здесь выглядит в Николаевке улица. Вон там вот где-то и ремель. Нет, вроде, вот, и вроде он там. Его видно было, пока не накатил туман. Но мы едем дальше. Вырубили, чтобы здесь провести узкоколейку для завода. Вот так вот. Пойдем туда, мы едем, там вот классно будет. Ага, вот, видно было. Это маховик с завода, ну, на который шла узкоколейка, вот, который я показывал. Завод уже совсем разваленный. И мы сейчас сидим. Здесь у нас бошь на руку. Нас забрасывают снова куда-то. Это считается одна из самых таких трясучих поездок. Тут около этого маршрута. Вон там даже кто-то пробил отверстие головой. И мы едем. Даже у нас есть собака вон там. Если у кого-то слабый желудок, наверное, лучше ли стоит сюда ездить. Ну, посмотрим. Впечатление будет, наверное, по выходу, потому что сейчас пока ничего не понятно. И я думаю, снимать на камеру это не получится. Нормально, доехали, забросились. Дорога не такая уж и страшная. Здесь место, кстати, для стоянки есть. Вот. Вон такой. Ехали. Ребёдка есть. Мам. Все, что надо. Я все-таки спал. Посмотрите, деревья, кстати, подсоченные. Таких весьма много встречал. То есть они подсоченные, а вон воронка висит. Они подсоченные, но на чуть-чуть. Но видел и... Ну, это как будто бы маленькие следы от подсочки. Я видел и высотой в 3 метра. И деревья продолжают стоять. То есть их не убирают. Видимо, подсочили, собрали, сколько надо смолы и оставляют. Но это не лучший вариант. Лучше взять, как можно больше их подсочить. И потом, собственно, их срубить. Встретились с Олегом. Что за часы? Касю какие-то. Да. Про треки. Да. Не знаю, как я вам. Не помню, как я вам. Напишу в комментариях. Зацените крепление для экшн-камеры. Для телефона. Для телефона? А, через это тоже. Переходничок. То же самое, да. Я просто на телефон снимаю. Ну, правильно, по-легкоходному, чтобы не тащить. Ну, у меня вот легкоходная камера. Это просто для фотографий, а для телефона для видео. Олег обычно не забрасывается. Он очень много обошел и популяризирует туризм вот в этом регионе. И вот с нами тоже народ. Это все спокойно реализуется. Все заброски, экскурсии. И вот народ тоже с нами был. Вот тут интересности снаряжения. Это собирать мусор. Это все покажем. Тут коптер. Тут фотоаппарат у запчасти. И вот фотоаппарат. А где находится бутылка с водой? Вот тут фотоаппарат находится в рюкзаке. Вот так как мы идем короткий выход. И по пути из родники она не нужна. Тут всего 3 км. Фактор успеха в туризме, в университете, на мой взгляд, совершенно не снаряжение. Почему мы это заговорили? Потому что я считаю, что многих снаряжение уделяет слишком много внимания. Чрезмерно. Фактор успеха, на мой взгляд, это морально-волевые качества. Это знание и опыт. Это физическая подготовка. Может быть, даже четвертое, это планирование. Хотя в планирование уже снаряжение может входить подготовка. Ну, потом уже снаряжение. Снаряжение это вообще полная шляпа. Не думайте, вот у меня нет нормальных палок, я не пойду. Идите выбирать. Мне кажется, что первый фактор это везу. Слушай, ты обзоры снаряжения не смотришь? Нет. Не моя целевая аудитория. Я люблю разбираться, выбирать из разных палок. Нет, это понимаешь, когда что-то нужно выбрать конкретное, это очень-очень хорошая, удобная штука. Можно что-то посмотреть. Ты чувствовал, Олег пишет. Я снимаю иногда обзоры своего снаряжения, но мне это всегда дается очень тяжело. Понимаешь? У тебя прекрасно обзор. Я не получаю удовольствия от этого. Я не понимаю, ну а что тут можно говорить? Ну, куртка и куртка. Вот нормальная мне там. А некоторые люди там про одну куртку могут рассказать, там полчаса рассказывают. Может быть там молнии хитрые, карманчики всякие. Да пусть это какая-какая. Закрывается и ладно. Ну, в общем, мне это не близко. Далее, два обзора на куртку. Вот, можно посмотреть, где мы идем. По нашему треку. С телефона. Так вот здесь. У Олега, например, обычный GPS-ка на груди. Болтается. Плюс, ну, спутниковый трекер Иридиум. На всякий случай полезная штука. Ну, конечно, не дешевая. И, естественно, для легких вот таких матрасных походов навигаторов телефона не хватает. А уже когда снег, пурга, дождь, холодно, нужно срочно посмотреть расположение. Нужна GPS-ка. Нормальная GPS-ка, желательно еще с кнопками, а не сенсорная. Тут только в самом конце резкий подъем. По пути есть родник, только он незаметный. И я не заметил, где он, поэтому оттуда не попил. Бутылку с собой не брал, она, в принципе, не нужна. Вот. Олег уже сбегал вверх, вниз, пофотографировал все. Олег любит уваливать. Каковый гад. Конкурент. Ну, вот мы тут лазаем. Вот смотрите, вот это вот. И вот здесь мы вообще так пролезали через расщелину в скале. Очень напоминает красноярские столбы. Вот там, ну, просто такой столбик стоит. Его видно. И здесь. Примерно теми же породами здесь сложено. Лухоморы, грибы. Сейчас будем смотреть, где тут видовки. Так. Вот торчит такой столб. Здесь ребята в очереди на фотосессию стоят. Такой тут залаз. И покажу вид. Такой вот вид. Все красиво. Ветер немного задувает. Там вот тоже люди. Видно. Вон, вон, люди. Ну, и вот такие вот здесь, можно сказать, зубья. Вот они идут, 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 идут. Вот один из них. И следующий. Видимо, это тоже зуб. И вот это зуб. Собака дошла до сюда. Так что проблем с этим нету. Главное, чтобы она вниз не начала прыгать. Нет, не начну. Ну, и вот. Вот такой вот вид. Так. Вид из квадрика обязательно сейчас наложу. Сори, что ветер шумит. Вот. Так вот это выглядит. Там вот что-то эпично торчит. Здесь эпичные камни. Письмо интересно. Ну, что могу сказать. Вид очень крутой. Очень крутой. Посмотрите. Будут фотки от фотографов. Все будет. Вот Олеся сидит на краю. Я вообще не фанат высоты. Ну, вот так оно выглядит. При ветре здесь вообще делать нечего. Даже не думайте. Там вот классный вид. Смотри, тучи какие. Поэтому. Вот кто-то любит там постоять сверху. На ногах. У кого подошва хорошая. Я нет. Эрика тоже не очень фанат высот. А Олег вваливает. Летает дрон. Здесь красиво уже. Пошли краски красные какие-то в лесу. Желтые. Ну, естественно, еле зеленые торчат. Высокие лиственницы. Если сейчас посмотреть, зеленые это все ель. Там вот сейчас сделаю зум на горы. Смотрите. Хорошо. Хорошо. Здесь весьма популярное место. И сейчас много-много народу пришло. Потому что сегодня суббота. Или воскресенье. Выходной день, в общем, там еще народе стоит. Так что здесь так. Нужно как бы по очереди даже стоять на фотосессию. Елки срубили. Да, зачем-то, смотрите. Видимо, для того, чтобы вид был красивый. Вот эти две пихты просто отрубили. Непонятно. Выживальщики, наверное, на лапни. Я заметил, что здесь много вот таких вот метелок на деревьях. По-всякому называют. Ведьмина метла. И так далее. Вот, посмотрите. Это разрастание вот такой вот ветвей. Из одной точки. О, смотрите. И прямо здесь многие деревья вот этим поражены. Нехорошо. Ну, я про пихту. Прямо так смотришь, как гнезда на деревьях. Раз, два. Но подходишь, увидишь, что это просто разрастание. А так вот типичные столбы. Но они более сложно добираемы до сюда. Но нет, нет, гораздо круче столбов. Ладно. Сори. Красноярцы. Красноярчане. Вот там вот вид неплохой. Вот на фоне Бориса. Прекрасный вид. Фокусируется, правда, на лице. Но посмотрите, вот там столбы. Прям вообще офигенные. И впереди тоже. Вот Олег лезет. Кстати, так вот обычно Олег не ходит с кем-то и не водит какие-то туры. Ну, просто вот присоединился к группе. И Раис также не устраивает какие-то специальные коммерческие вот такие вот походы, туры и что-то подобное. Частично солнце. 28-300. А вот ты что-то понимаешь. Понимаю. Но 300-то очень много, но 20 он не может быть... Какой-то здоровый фотоаппарат. Легкоходный. Завтра мы вот туда вот идем. Не вот это переднее, а за ним. Ну и здесь типа обзорной площадки. Можно сфоткаться. Вот там на фоне как раз вот этих вот зубов. Да-да-да. То есть еще покажу. Вон там вот Еремель. Вот он. По центру за облаками. Вот это. Ну и собственно мы сейчас здесь идем туда. Вот это все затерляние, кстати, называется. Область. Затерляние. Поехать, терляние, затерляние. Значит, вот нашли бутылку. Да, один из главных бичей наших гор. Это синтетические бумажки туалетные. Бутылки. Это то, что очень долго разлагается. Ну вот. А крышку в карман на самой бутылке? Крышку в карман, да. А крышку? Да. Это, ребята, лучше, чем какие-то тарака, потому что крепится очень надежно и не выпадает. Когда эти четыре бутылки, они еще постукивают на ходу. Мишань отпугивает. Идем мы на какое-то особое место красивое. И тут уже пошли такие красивые породы. Вон, беленькие. Красота. Короче, мы были вон там. И вот здесь тоже есть обзорная площадка, которая выпячивается вот сюда. И отсюда отличный вид. Ну, сейчас солнца нету. Нормалек. О, не страшно. А назад? О, ничего себе. Вот это выдумали. Вон там человек стоит. В желтом? Нет, это... А, да, в желтом слева. Тут чапки, посмотри. И вообще можно забраться и справа. И вот так это выглядит. Почему это место не раскручено? Я не понимаю вообще. Вот перемель. А вот там вот вершина, большой кумарнак. Она еще доступна для посещения. Остальная территория уже заповедная. Заповедник проходит вот по этому ближайшему хребу по скалам. Это хребет Осиновый. Это колокольня. А вот если вот вон там видите, вершина далеко. Вот там вершинка. Это вот Ямантау. Но главное она правее. Мы увидим уже Силангасу, если будет хороший вид. Силангасу. Вот это Ямантау как раз. И там под ней город. С той стороны. Как тут заповедник? Расскажи, там это разрешение. Пермит можно получить? Нельзя. Заповедники разрешения не дают. Ага. Ну здесь я думаю, надо часик посидеть. Но как обычно у нас какое-то расписание. Нужно типа рано вставать, рано отовсюду уходить. И не сидеть и смотреть. Вот. Одиночных походов перед этим серьезный плюс. Вот. Например, Олег не ходит никогда в группе. Ну, за редкими исключениями. Там с друзьями только чисто. Потому что хочется иногда то валивать, то посмотреть что-то. Ну и так далее. Можно делать автостептики? Да, я очень хочу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok